И вот с этим одним роялем я занимаюсь примерно 5,5-6 дней. Приготовление одного рояля участвует примерно 20 человек. Рабочий с часов туда идет, ну, где-то 200. Каждый делает какую-то свою уникальную работу, свои дела. Ну, то есть простой человек с улицы сюда не придет и не начнет это делать. Томас для меня – это уникальный мастер. Он для меня хороший учитель, который помогает и, в принципе, ведет меня по работе по сей день. Меня зовут Томас Альпме. Родился я в 1955 году в городе Валга. Там закончил 8 классов, потом пошел в море. После работы в эстонском пароходстве пришел работать в рояльную фабрику, где работает от одного момента монтажником механизма рояля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А как я сюда попал? Просто чисто случайно, потому что, когда я с другой работы ушел, сначала попробовал это управление по реставрации, туда меня не взяли. И в бюро трудоустройства сказали, что вакансия есть в рояльной фабрике. Пришел на фабрику учеником полировщика, там на третьем этаже. Поэтому на конечном монтаже чистил перед отправкой рояля и все. Ну, типа бригадира, потом некоторым даже немножко как мастер был. Потом, потому что полуначальником быть очень трудно. И подчиненные спрашивают, и начальники требуют. И тогда я махнул на это рукой и пришел сюда на четвертый этаж. А тут хорошо, тихо, спокойно. Лет 30, наверное. Лет 30, наверное. А тут сидишь, крутишь, думаешь совсем о других вещах. Меня научил калью, который там сейчас шуршит. И просто личным примером. Ну, я сначала смотрел одну-две, скучно стало потом. Далее тоже рояль, который не так быстро надо было, и начали делать. Он проверял, показывал, что неправильно. И так и пошло. И вот с этим одним роялем я занимаюсь примерно 5,5-6 дней. В приготовлении одного рояля участвует примерно 20 человек. Рабочий часов туда идет, ну, где-то 200. Это еще благодаря тому, что можно некоторые работы делать параллельно. Когда делается клавиатура, тогда готовится уже... Металлическая плита, они не связаны, они можно одновременно делать. Металлическая плита, они не связаны, они не связаны, они не связаны, они не связаны. Металлическая плита, они не связаны, они не связаны. Металлическая плита, они не связаны. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Начинается все от заготовки корпуса рояля. С фанеры на прессе клеят его, делают, вырезают примерно. Тогда он должен недели-две сохнуть. Но это уже не идет производство, потому что там запасы есть. Всегда можно взять готовую. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Володя, во сколько фабрика закрывается? Володя у нас... Он не снабженец, шофер, упорщик и всякое-всякое другое. Но он мой ученик. Здесь учеников у меня было, наверное, штук двадцать. На фабрику я пришел обучаться мастерству дел рояльных. Моим учителем был Томас. Моя специализация – это скомплектовать, отрегулировать и собрать вместе механизмы, которые уже в дальнейшем берет человека и устанавливает конечным результатом на рояль. Всему этому он меня и научил. Томас для меня – это уникальный мастер. Он для меня хороший учитель, который помогает и, в принципе, ведет меня по работе и по сей день. Томас для меня – это уникальный мастер. Да, в принципе, у нас-то фабрика-то, она как вся, не знаю, большее время проводим здесь. По мне, по моим ощущениям, фабрика – это как семья уже. Свои какие-то истории, свои какие-то невзгоды, свои ссоры, но все равно как-то держимся друг с другом. Постоянно какие-то контакты между собой есть. Каждый делает какую-то свою уникальную работу, свои дела. Ну, то есть простой человек с улицы сюда не придет и не начнет это делать. Здесь все начинается у нас, в принципе. Здесь все подготавливают, все детали под деревом, которые потом в дальнейшем ставят, клеятся. И из них получаются уже ноги, нотные пульты. Здесь за вами машина, которая вырезает крышки для роялей. То есть они берут из обычных НДФ-клад, вставляют туда, и по компьютерной программе она уже делает контуры и вырезает их полностью. Здесь получается у нас большой склад. Ну, то есть все материалы, которые мы сюда можно свозить. Здесь у нас старая техника еще советских времен, но она очень хорошо работает. Это правда, до сих пор пресс у нас немецкий, еще довоенный стоит. Он тоже хорошо работает, обслуживается и, в принципе, отремонтирован и работает вот так, на ура. Идет конечная у нас защита какая-то для рояля. Ставим трамфорет баллончиком, краской. И когда это снимается уже, то у нас логотип остается, чтобы вся страна знала и весь мир, что это мы. Логотип, логотип нашей фабрики. The welcome. 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 Сейчас мы на втором этаже, где у нас делают деки, ставят ребра, клеят на деки, где у нас делают струны, устанавливают струны на рамы, на рояле, где у нас объединяют деки вместе с корпусами, где у нас клеишь шпон на корпуса внутренние, и все-все-все-все, в принципе, основную такие красоту наводят у нас здесь, делают радостные рояли. Привозил заготовки сюда, и в этом цеху из этих заготовок, уже подгоняя, делают вот такую красоту изначально, уже какие-то, получается, образы рояля. В этом цеху у нас объединение корпусов вместе с деками, сливание в единое целое, после этого их отправляют уже в следующий цех, в соседний, где на них устанавливаются рамы, подгоняются рамы, и дальше идут в струны, в дальнейшем на них наставляют уже струны. Сейчас попадем в самый интересный цех, где у нас делают клавиатуры. Пожалуйста. В этой мастерской у нас подготавливают, изготавливают клавиатуры для наших районов. Здесь работают два человека. Русик. Здесь у нас делают струны. Это наш мастер-струнник по имени Руслан. Струны, которые в пакетах, это струны из Германии. То есть их берут на пробу, присылают и пробуют, что лучше. Либо которые мы производим, либо которые в Германии производят. Ну а пока конкуренция у нас лучше. Мы все-таки профессионалы своего дела. Все вот эти струны, это все он сам делает. Абсолютно. То есть он потом уже сам навербеляет, все вот это устанавливает, все струны натягивает. Потом рояль идет дальше ко мне уже, ну на четвертый этаж идет. Там я подготавливаю ему дно, основу. Переворачиваем и тогда уже к дяде Томасу. Дядя Томас его забирает. Вот сейчас я делаю трук. Это для того, чтобы когда на белую клавишу нажимают, он пошел на глубину 11,5 миллиметра. Потому что тогда сразу видно, как этот молоточек отпадает от струн. А черная клавиша должна быть на глубине где-то 1,5-2 миллиметра. Туда тоже ставятся эти цветные шайбочки. Они разной толщиной, потому что клавиатуры разные бывают. И вот надо подпирать их так, чтобы эта глубина была у всех одинаковая. Это влияет на качество игры. Для пианиста это очень важно. На нашем этаже тоже есть одна машина. Проигрыватель называется. Он ставится, этот рояль ставится туда. И там есть такие резиновые пальчики, которые нажимают на клавиши. И это туда ставится для того, чтобы струны вытянулись как следует. И полчаса вот этот проигрыватель стучит по этому. Шутя называют его бесплатным пианистом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Мы проверяем все эти Как это звучит Как это выглядит Как шлавиатура сделана Все эти детали ДимаTorzok 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 Тоже интересно Если посмотришь Рояль Да уже Немножко можно сказать Как это звучит Меня зовут Индрек Лауль Я водил здесь Фабрику Я сам пианист Большинство мы продаем Все наши рояли в Америке Я там жил 22 года И поэтому Я как-то Понимал И работал Вместе там Всякими специалистами И видят Что там Мало такого Европейского инструмента Европейского звука Европейского такого Эстетика звука Мы делаем Мало Роялей Это только где-то 110 120 В год И поэтому Как композиторы Делают Одну симфонию Да Одну Сонату Так мы и желаем Что мы делаем Одну Рояль И чтобы Это было сделано Очень хорошо И это все Мы не делим Так много Но что это делаем Это делаем Очень хорошо Вот такая Здесь Слушаясь инструменты Да Как звучит Ну я желал бы Что очень хорошо Наш Рояль Звучил Для Романтической Музыки Такая Музыка Шопана Листа Ну такой Ну Это Это было Самое Ну скажем Шопан Да Ну это здесь Типа Был момент Хотел море обратно пойти Ну это переходной Воперед, когда было С зарплатами, деньгами было трудно. Роялись, но не покупали ничего. А что мне другое делать? Потому что там внизу стойлеры и эти городе шпончики. Они могут пойти куда-нибудь другое работать. А куда пойдет монтажник механизма? Поблизости контроляльная фабрика есть конкурирующая? По-моему, у меня в Европе еще две или три фабрики только осталось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова